Через два дня в России начнет действовать закон на национальной платежной системе. Он призван взять под контроль платежи через банкоматы и терминалы. Тейра Читаев изучил документы и понял, хотя закон адресован прежде всего банкирам и владельцам терминалов, кое-какие моменты касаются нас всех. Закон нацелен на систему мелких платежей, за мобильную связь, коммуналку, интернет. Рынок этот постоянно растущий. Сейчас на жителей Хакасии приходится 400 банкоматов. Только за квартал оборот безналичных расчетов составил почти 350 миллионов рублей. К 29 сентября, когда закон заработает, владельцы терминалов перезаключат договоры с банками. В Хакасии к часу Х все процедуры должны быть закончены. Так, по крайней мере, обещают банкиры. Для обычных людей закон обещает стать выгодным. Например, сейчас многим не нравится, когда при незначительном платеже комиссия очень даже значительная. Согласно новому закону, эти ситуации идут в прошлое. В правилах платежной системы установят минимальный размер комиссии. Сегодня размер комиссии операторы электронных платежек берут буквально с потолка. Это может быть и 4, и даже 7 процентов. К примеру, за пошлину в 10 рублей человек платит почти столько же комиссионных. Сколько составит минимальный размер, пока правительство не приняло окончательного решения. Помимо ужесточения правил, закон обяжет хозяев платежных систем давать народу полную информацию о правилах перевода денег и всем комиссионным. Кредитные организации будут обязаны извещать своих клиентов о всех рисках, связанных с проведением электронных расчетов. Кроме того, они обязаны будут извещать клиента о совершенных операциях. Какой-то чрезвычайной ситуации с терминалами и банкоматами не будет, заверяют финансисты. Фактически, введение закона для рядовых граждан должно пройти безболезненно. Так что бежать снимать деньги с карты электронных кошельков не придется. Тейра, читаю, Дмитрий Парахин, Евгений Сульбереков. Новости, 7 телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова